ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН В торжественной обстановке подарками и дипломами были награждены активные семьи, принимавшие участие в соревнованиях «Семейный марафон-2013». На церемонию награждения съехались гости со всего Подпорожского района, из Важен-Никольского вознесения и Винниц. Грамоты вручили и спортсменам с ограниченными возможностями. И, конечно, массу аплодисментов и поздравлений, а также медали получили самые юные спортсмены, занимающиеся шахматами, настольным теннисом, футболом, боксом. 10 августа ровно в полдень стартовали рыболовные соревнования «Подпорожская Уха-2013». Эти состязания проходили в районе Важен возле Голубого озера. Испытать удачу съехались более 20 участников не только из города и поселка Важены, но и гости из Санкт-Петербурга. Рыбаки в течение четырех часов ловили рыбу, используя удочки, спиннинги и прочие снасти. Кто-то рыбачил с берега, кто-то с лодок. Участники сами могли выбрать место лова. Погода благоприятствовала, было не жарко и дождь прошел стороной. Когда время, отведенное для рыбалки, закончилось, все участники соревнований прибыли в определенное место. Здесь состоялось взвешивание и подсчет добычи. Было поймано немало карасей и окушков, но некоторым посчастливилось поймать и небольших щук. Определялись победители в нескольких номинациях. Самый большой улов по количеству пойманной рыбы, самый удачный клев по весу, самая маленькая рыбешка и самая крупная рыба. Затем гости и организаторы природного фестиваля смогли отдохнуть и принять участие в соревнованиях по стендовой стрельбе. В завершении состоялось награждение победителей. Также провели и беспроигрышную лотерею, в ходе которой все участники получили призы. В качестве организаторов и спонсоров фестиваля «Подпорожская уха-2013» выступили «Подпорожское общество охотников и рыболовов», «Важенская ЖКХ», предприятие «Свильтелеком» и «Наш телеканал». Итак, фестиваль завершен. Надеюсь, участникам понравилось. Надеюсь, хорошо отдохнули. Ну и надеюсь, что этот фестиваль у нас будет продолжаться ежегодно. Внимание, мотор! В Подпорожье и Ладейном поле продолжаются съемки художественного фильма под рабочим названием «Беляши». 10 августа очередную сцену снимали в Ладейном поле на базе редакции газеты «Кто о чем». Поскольку день был выходной, для создания редакционных будней привлекли местных жителей. Они с удовольствием поучаствовали в массовке. Ну а главный эпизод сцены украсил профессиональный артист, один из самых ярких и характерных современных русских актеров Алексей Байдаков. Он сыграл роль редактора газеты. Его коллегу, журналиста Николая, в фильме играет лидер рок-группы «А5» Артем Калинин. Съемочный процесс продолжится предположительно до сентября. Затем картина будет смонтирована, озвучена и лишь потом показана зрителям. Ну только ты мне про свои проблемы не рассказывай. Я твои проблемы знаю. Все, чтобы завтра в 9 утра материал был у меня на столе. Все. Проливной дождь 11 августа не помешал проводимой впервые в Подпорожье акции «Сушка». Организаторам удалось провести ее на главной улице города и получить массу положительных эмоций. «Сушка» — это обмен фотографиями. Свободные фотографы, любители. Неважно, какой ты человек. Просто приносишь свои фотографии, развешиваешь, а потом понравившиеся фотографии забираешь к себе. А в чем смысл акции? Обмен фотографиями. Ну то есть и живое общение, соответственно. Сегодняшний дождь как-то помешал вам? Я думаю, дождь нам не помехал. То есть все состоялось? Все состоялось. Субтитры создавал DimaTorzok